Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко. У меня в гостях сегодня очаровательная дама Колчина Елена, директор сети турагентства «Тест-тур» в Кирове. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Я обычно программу начинаю с большого и переходим к частному. Но, наверное, здесь изменю себе и задам частный вопрос. Как вообще турбизнес сейчас? Да, вопрос сложный, потому что все очень непросто и неоднозначно. Мы живем, мы перестраиваемся, мы работаем в новых реалиях, более в таком стрессоустойчивом режиме. Туры бронируются. Вот я сейчас пришла, мы бронировали. Сменилась, может быть, категория туристов, кто выбирает. Это либо мамы с детьми, либо люди пенсионного возраста, либо молодые люди. Но желание отдыхать, оно сейчас более такое выраженное, и более явное, и более усиленное. Именно желание поехать на отдых, с учетом того, что открываются и открылось все более доступных стран, которые были ранее закрыты, на которые были наложены какие-то санкции по авиаперелетам. И сейчас буквально вот с первых чисел октября полетели самолеты, чартерные рейсы и на Кубу, и в Венесуэлу, и в Таиланд. И Таиланд расширил полетную программу с регионов. То есть нам бы сейчас работать и предлагать все больше, и возможностей все больше. Но? Ну, есть вот такое вот жирное «но». Люди едут, но все равно мы понимаем, что в данной ситуации для определенного круга лиц. Слушайте, ну вот смотрите, ведь эта ситуация, которая там, ну, мне кажется, туротрасса для начала 20-го года, с начала пандемии, постоянно под какими-то ударами, да. Причем по другим отраслям, ну, понятно, что в целом по экономике это все пришлось, но в других отраслях были какие-то спады, наоборот, открывались какие-то окна там, да, когда что-то появилось, турбизнес как-то вот перманентно там в этой ситуации. А появлялись возможности новые в этот период? Потому что, ну, вот как-то в таком общественном пространстве мнение, что, ну, по туризму вот так это шло и шло. Новые возможности здесь, новые возможности как раз открыты для России. Развивается внутренний туризм, субсидируются на государственном уровне по госпрограмме. Интересные очень туры, это у нас Дальний Восток. То есть туры на Дальний Восток, это Камчатка, Сахалин и Владивосток. Очень большой потенциал у этого региона, есть что посмотреть, туристы возвращаются в полном восторге. Субсидируется это именно для туроператоров, кто занимается данными направлениями, оплачивается половина, 50% либо более стоимости авиаперелета, и туры становятся доступными для большего количества туристов. Вот у нас в этом году, да, отдохнуло, съездили, посмотрели, и Владивосток, и на Камчатку, и на Сахалин, все восторженные отзывы. Смотрите, вот про внутренний туризм хотел спросить чуть позже, но уж раз тема зашла, смотрите, вот я тоже достаточно много и ездил, и продолжаю ездить по стране. Я тоже знаю, что много мест на самом деле, куда съездить интересно, но вот я в какой-то момент задумался. У меня там, я делю, например, сам для себя, и страны, там, например, города, на многоразовые и одноразовые. Одноразовые — это те, в которые один раз приехал, и все. Ну, в следующий раз у тебя уже не хочется ехать. А есть куда хочется возвращаться и возвращаться, где тебе комфортно. Вот с внутренним туризмом в России, да, Камчатка, да, Дальний Восток, да, мы очень мало кто там вообще бывал, представляете. И все, кто съездил, я тоже слышал, что в восторге. Я сам, к сожалению, вот так и не добрался, но собираюсь и съезжу обязательно. Это многоразовые истории. Вот те, кто съездил, им понравилось, они возвращаются туда? Я так скажу, что возвращаются именно в тот регион. Кто съездил на Сахалин, для себя ставят по плану следующего выезда поездку на Камчатку. Либо кто съездил в Владивосток, хотят поехать также далее на Камчатку. Вот это однозначно и точно. Вот я также для себя страны делю по тому, что хочется возвращаться туда. Либо нет, достаточно поставить галочку, что ты там был. Для меня, наверное, такой регион и для многих туристов это Байкал. Где возможности как зимнего отдыха, это лед Байкала, который, ну, это чудеса света, которые единственные в мире. И со всего мира раньше приезжали туристы. Сейчас возможности, что более доступно как раз для российских туристов, нет. Любителей с Китая, китайских туристов нет. И местные это тоже очень ценят. И в свободном таком можно ритме все посмотреть. И вот Байкал я была три раза. Я готова туда ехать еще и еще. И вот, наверное, Байкал и Алтай. Алтай, можно сказать... Что это позволяет там сейчас? Да, помимо экскурсионных туров, активных туров, Алтай еще дает нам возможность отдыха и лечения. Там уникальные возможности лечения именно, правильно как сказать, пантовые. Уже мы слышали? Да, это специально... Да, из рога моралов специально выжимка идет определенного состава. Это же иммунные такие вещи там, да? Там идет восстановление как раз сейчас после перенесенных стрессовых ситуаций. Омоложение, восстановление именно на детородных функциях. То есть очень большой список и большой функционал. Я сама ездила, осматривала все санатории в районе Белокурихи. То есть нам показывали, нам проводили осмотры главврач каждого из санаторий, показывали свою уникальность, свою специфику. Давайте, я думаю, все-таки не Алтаю посвятим. Да. Ваши топ-5 направлений внутреннего туризма в России. Дальний Восток, Алтай, Байкал. Да, Байкал, Крым. Можно, да, сказать, что Крым, Санкт-Петербург. Нас тоже туристы любят туда очень ехать. Я тоже люблю в Питер возвращаться, да. И в разное время года. Хорошо. Программа «Разговор по делу». Я знаю, что вы много-много-много-много лет увлечены и профессионально, собственно говоря, туризмом. Занимаетесь сколько? Вот сколько посвящено времени туризму? В этом году мы отмечали 18 лет. 18 лет. Мне кажется, туристическая отрасль за это время прошла несколько эпох своего развития. Как сохраняете интерес к этому? Ну, вот уже, наверное, съездили, весь мир объездили, везде побывали, туристов всех своих знаете. Откуда вот этот интерес к этой идее? Как не присытиться ей? Что это? Врожденная? Я думаю, что да, врожденная. Это любовь такая изначально. Вот у меня было с детства. У меня папа очень много путешествовал, ездил по России в специфике своей работы. Он меня брал с детства по многим городам. Потом, видимо, вот временно... И перешла это со временем любовь уже в хобби. Изначально. То есть это правда было хобби. Это было без какого-то определенного заработка. А сейчас это настолько... Вот у нас... У меня вот все пропитано этой любовью и посвящено все свободное время. Это у нас... Мы живем этим. Мы любим это дело. Командой. Командой, да. В семье у меня знают, что все это круглосуточно. Это круглосуточная работа и ответы. Мы постоянно 24 часа на связи. Конечно, уже и с туристами, как с родными, с людьми. Общаешься с очень близкими людьми, когда пережили вместе и сложные периоды. Когда были моменты непонятные, что будет с моей оплатой туров. Туристы оплачивали большие деньги и было непонятно, как дальше будет происходить. Либо можно будет воспользоваться этой путевкой, либо получить обратно деньги, либо как будут взаимодействовать туроператоры с депозитом, возвратом. И когда ты выходишь из всей этой ситуации, поддерживая, что всегда мы поддерживали людей, максимально старались предоставить информацию, как-то успокоить. И вот, вы знаете, после этих последних двух с половиной лет совершенно другие отношения даже с людьми стали. То есть они переросли на другую, какую-то более близкую такую связь, уровень. И сейчас слова поддержки, что с нашей стороны, что мы в свою сторону получаем, это, конечно, бесценно. Слушайте, ну вот, 18 лет, причем я так, по моим ощущениям, первые 15 из них, это была траектория роста, развития. Туризм развивался, трансформировался, все больше становилось без визовых направлений, все больше перелетов, взаимосвязанности, возможностей. Возможностей, возможностей. И последние, там, ну, два с половиной года, это вот траектория, там, падения. Траектория падения по количеству туристов, по финансам. Когда, по вашему мнению, вот, как человек профессионально этим занимается, будет плато, будет подъем опять, то есть вот эта траектория во что превратится? Или как вы ее для себя ощущаете, видите? Ну вот, как мы видим, выходя из очередной такой кризисной ситуации, в мае этого года, уже 2022 года, когда на два месяца были закрыты границы, из того, что закрыты были, запрещены вылеты российским авиакомпаниям, и постепенное остановление выходили в поддержку авиакомпаний других государств. И первый турист, который полетел от нас в мае очень сложным путем, двумя пересадками, нужно было добраться в Египет за безумную, там, сумму денег. И вы знаете, он сказал такую фразу, которую я вот сейчас процитирую, но она на меня настолько как-то вообще повлияла, и, знаете, так вот переключила, что он сказал. И вот это продолжает сейчас эта фраза, быть в реальности, она очень актуальна, что мы понимаем, что мы живем здесь и сейчас, и сколько бы это ни стоило, я хочу отдыхать. И я не знаю, что будет завтра. И я не знаю, будет ли открыта эта страна, или будут ли вылеты. Удорожание составило там в три раза стоимость тура. Он сказал, что я найду эти деньги, но я поеду отдыхать. И настолько удачно сложился отдых, и приехали и люди в какой-то перезагрузке совершенно другим. Он сказал, что нам был необходим на тот момент этот отдых. Но вот эти вот слова, что здесь и сейчас, и что мы живем в моменте, это вот, это продолжает эта фраза, быть до сих пор актуальной, особенно сейчас. И, наверное, я скажу, что если раньше бюджет был какой-то определенный для семьи, вот сейчас этот бюджет люди готовы увеличивать, но себе обеспечивать и себе дарить вот эти эмоции от отдыха. Слушайте, ну на самом деле, возможно, в нынешние времена научат нас ценить то, что у нас есть, и на данный момент не жить там ожиданиями какими-то. Хотя, конечно, вот смотрите, что сейчас самое сложное для туристической отрасли? Вот не в целом отрасли, а вот конкретно взятого туристического агентства. Крепкой региональной компанией с многолетней историей, которая работает профессионально, имеет клиентскую базу. Вот что сейчас самое сложное для вас? Самое сложное, конечно, на данный момент это неуверенность, наверное, в завтрашнем дне. Но поскольку мы живем здесь и сейчас, каждый день приносит такие более, ну что, новости стабильности именно в нашей сфере. По вылетам, по перелетам, когда ты видишь, что реально каждый день открываются новые страны. И мы отслеживаем каждый рейс, мы провожаем каждый рейс, независимо, утром, днем, ночью, вечером. Мы провожаем круглосуточно своих туристов, особенно мужчин. То есть радуясь за каждого, что он вылетел, он прошел, то есть все с границы, что все хорошо. Каждый день вылетают десятки людей, потому что сейчас самый такой активный сезон, это бархатная осень. Были очень хорошие цены на сентябрь, на октябрь. И весь октябрь у нас ежедневные вылеты. Ну, благо, все тут хорошо складывается. Все вылетают, все отписываются с очень доброжелательными, положительными, позитивными и благодарными отзывами и с обратной связью. Поэтому каждый день дает, вы знаете, если до этого был какой-то страх, вот каждый день, там сколько, за последние две недели, он как-то дает тебе больше уверенности в том, что, что бы ни происходило. Лена, что за гендерные вот эти предрассуды? Почему мужчин особенно? Вы сказали, отслеживаем и сопровождаем вас, особенно мужчин туристов. Мужчин у нас же самый переживательный. Так, это что за стереотипы вы создаете? Ну, вы же знаете. То есть, с мужчинами туристами сложнее, чем с... Нет, именно что сейчас, с 21 сентября. Нет, нет, я имею в виду, что за последние две недели. Ну, в связи с мобилизацией и возможными ограничениями. Я только вот из-за этого, что... Все понятно. Нет, нет, это вот как раз мы говорим про последние... Вообще, есть разница в поведении? Есть. Семейные туристы, семьи, мужчины отдельно, женщины. Есть разница в поведении? Есть. Есть в чем? Мужчины больше боятся летать. Это вот говорят всегда. Нам обозначают свои страхи. А как клиенты, кто проще? Или кто сложнее тогда-то? Ну, вот в последнее... Я не скажу, даже не связано тут вот со всеми этими сложностями последних трех лет. Даже за последние пять лет. Ну, вот правда. Ну, радиослушателям не видно. Я даже взяла в штат... Туристы стали сложнее. Да, я взяла даже в штат психолога, которые у нас... Ну, когда были определенные какие-то моменты таких стрессовых каких-то... Ну, бывает изредка. Это же сейчас мы понимаем, что все отслеживаем. Полная Луна, что мы сейчас все зависимы, что планеты сейчас тоже не совсем там все в порядке. И что люди насколько зависимы от этого. И... Ну, бывают у всех разные выплески, да, эмоциональные. И вот как нужно вести себя в этой ситуации. Мы прошли всем коллективом, определенные тренинги. Очень интересно. Это очень, правда, помогло в нашей работе и нашим сотрудникам. Слушайте, ну, да. У вас такой вид бизнеса, в котором, мне кажется, ожидания клиентов всегда такие завышенные, да. Иногда не... Ну, иногда неоправда завышенные. Ну, эмоционально, видите, на контакте с турагентом перенос рейса по времени. Это звонок сразу турагентству. Ну, там, сдача, когда... При том, что вы сделать ничего не можете. Да. Не от вас зависит, а все шишки, что называется, там, вам. Много-много. Но при этом я знаю, что у вас много благодарных клиентов. Рассказывали это, показывали. Вот каких больше-то все-таки в итоге? Психолога взяли и... Благодарных стало больше? Или вот сложных все-таки? Очень приятно, что, когда приходят туристы, ты понимаешь, что ты отправлял этого человека 18 лет назад. Понимаешь, что на протяжении всего этого периода, 18 лет, он с нами. Ты помнишь, что на твоих глазах там вырастают дети, рождаются там внуки, рождаются дети. То есть, тебя посвящают какие-то семейные события. Это очень ценно, очень важно. Могу сказать, что в прошлом году, после пандемии, пришло много новых туристов. При том, что видишь, что по паспорту, что очень много виз, очень много штампов. Понимаешь, что путешествующие люди. Так и объясняют, что закрылось турагентство, от кого ездили, привыкли ездить. Вот пришли к нам, и также в рамках, смотришь, в этом году снова приходят. Конечно, это очень приятно, когда видишь, повторно люди возвращаются. Это вот самая лучшая благодарность и для нас обратная связь. А вообще, как рынок изменился за эти два с половиной года? Понятно, что он, наверное, сжался. Но насколько сильно? И что с ним стало? С рынком, тур, услуг, в принципе? Вот ваш взгляд. Я знаю, что на сколько процентов, наверное, на 30 сократилось количество турагентств. Кто-то посчитал, ушел в другую сферу. У кого-то финансово... А по туроператорам? Ну, это агентство, да? Это в регионе. Ну, по туроператорам были... Какие серьезные... Были крупные туроператоры, наверное, два крупных, вот очень крупных туроператоров закрылись. Но там была... Ну, это вот первая волна пандемии была, когда они выдержали вот того удара, да? Там кто перегруппировался. Остается коммерчески привлекательным рынок с точки зрения входа на него. Ну, мы же с вами разговариваем об отрасли в целом, да? То есть ушли, понятно. Но это в какой-то мере эволюционный процесс, в какой-то мере, там, естественный даже, да? Остается рынок интересным? Вот вы, как предприниматель, как его оцениваете? Ну, я считаю, что остается. И это такая отдача, что насколько ты глубоко вкладываешься, как финансово. Финансово я говорю, это вклад не только в аренду офиса и все сопутствующие расходы. После пандемии очень сильно изменились и отели, и представленные регионы. И мы заново практически открывали для себя каждую страну. У нас ездили сотрудники, начиная с 2020 года, смотреть своими глазами курорты Египта, отдельно Шар-Мальше и Хургада, Арабские Эмираты, Сочи, Крым, Абхазия, Мальдивы. То есть мы все своими глазами, вот за эти два года, это не дешевые туры. И мы в это тоже вкладываем. Мне кажется, это тоже такой некий стереотип. Многие думают, как хорошо работать в турагентстве. Ездишь, смотришь, живешь, отдыхаешь. А вы говорите о том, что приходится брать на работу психолога. И это далеко не везде. До таких мер приходится доходить, потому что он понимает, все-таки работа с клиентами, клиентами с серьезными ожиданиями. каждый рассчитывает на какое-то особое к себе отношение. Так ли легко это? Ну, всегда спрашивают совет, и ты не можешь ответить, что я не знаю. Если ты до этого был просто психологом, далее ты был, ну, сейчас там, и политологом, и психологом, и по эпидокружению, и по всем болезням, когда кто-то... И в мобилизации теперь разбираешься. Да, и в военном деле, и ты, ну, я считаю, что ты не можешь сказать нет, я не знаю. Разбирайтесь сами. Клиент уйдет. И все равно изучаешь эту информацию. Мы в нашем общем чате делимся общей информацией, делимся каким-то опытом, если на наших туристических форумах узнаем какую-то актуальную, интересную информацию. И чтобы всегда можно было ответить на, ну, самые, так скажем, все равно основные популярные запросы, нужно владеть этим. Перед рекламой небольшой, на которую мы скоро с вами отвлечемся, Лена, ну, вот давайте за последние сложные годы но вспомним самые экзотические места, в которых кировчане благодаря вам оказывались. Куда? Посылали. Вы говорите, все больше и больше открывается, вот такие, не на слуху, Турция, Египет, а вот что необычного было? Необычное было для всех это открытие сразу вот в пандемию, в пандемийный период Танзании. Никто не ожидал. А, одна из первых стран, которая была открыта. Которая открылась, и никто не понял, а что такое, все решили, что у кого-то из правительства России там дача. И она также очень быстро закрылась, но за этот период успели отдохнуть большое количество людей, были же открыты вылеты региональные из Казани, из Екатеринбурга, просто полная бурта самолетов, отправлялись именно в Танзанию, на остров Занзибар. Очень интересно. Сейчас остается это востребованным? Нет, закрыто было. Буквально, что, небольшой период. Для нас она была открыта, кто любители как раз экзотики, новых впечатлений, то есть это были в первых рядах, очень была доступная по цене, и с хорошей экскурсионкой у нас ездили, все довольны были. Сейчас открылась также на, с прошлого года, Венесуэла, остров Маргарита. Остров Маргарита, остров Кочи, также полетели туристы, любители экзотики, когда услышали, что есть очень интересное направление для российских туристов. И до сих пор, сейчас с 1 октября снова открыта Венесуэла. А самое необычное в России? Необычное в России? Так, так, наверное, сложно сказать. Ну вот для нас, когда был открыт Дальний Восток, вот так полетели активно туристы. Из таких мест, может быть, знаете, запрашивали Алтай, но именно конный туризм, чтобы все 7 дней скакать на конях. И это был запрос туриста, что только кони, и только весь маршрут, чтобы был на конях. Неделю. Неделю. Слушайте, ну, впечатляюще. Я так понимаю, любое, что называется, устроить можно сейчас практически все. И в России, и за рубежом. Да, запрашивают и коней, и вертолеты, и мотоциклы, и какие-то определенные модели мотоциклов. Но я не говорю про все эти лимузины, и все, вот это стандартное. Понятно. Прервемся на небольшую рекламу. Вернемся через несколько минут. Программа «Слово о деле». У меня в гостях Елена Колчина, директор сети турагентства «Стур» в Кирове. Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Возвращаемся в студию. Программа «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко. У меня в гостях сегодня Колчина и Елена, директор сети турагентства «Стур» в Кирове. Елена, продолжим разговор. Смотрите. Я многие отрасли знаю, и экономики. И большинство из этих отраслей периодически так или иначе там коллапсы, катастрофы прогнозировали. С туризмом было то же самое. Я помню, несколько лет назад были разговоры о том, что все. Туристы сами букинг освоили, там, ланту-трип освоили, билеты купили, гостиницу забронировали и поехали. В ответ представители отрасли говорили, что всегда будут люди, которым в этом не разбираются, которым не хочется этим заморачиваться, и они будут приходить к нам. Сейчас, и все бы шло, я думаю, что были бы и те, и те, постепенно происходил бы переток, менялись бы возможности, появлялся Airbnb. Сейчас все изменилось. Все изменилось. Что сейчас вот в этом плане происходит? Самостоятельно, рискованно? Прийти в агентство, ну вот вы отвечаете на все вопросы. Вот что сейчас в поведении клиентов изменилось? Как они вот в отношении там либо пакетных предложений, либо самостоятельной деятельности себя ведут? Что там происходит? Ну вот за этот период к нам возвращаются клиенты, особенно в этом году, кто за последние 3-4 года ездили раньше от нас и ушли вот в такой вот свободный выбор самостоятельного бронирования через букинг, через подобные сайты и отдельно с покупкой авиабилетов. Ну, людям это нравилось самостоятельно выбирать, самостоятельно искать, самостоятельно бронировать. Но сейчас столкнулись с тем, что невозможно приобрести билеты иностранного авиаперевозчика, поскольку заблокированы карты. Сайты booking и rnb признаны в России тоже запрещенными сайтами. Плюс все знания всех тонкостей по въезду, где оставались, либо остаются, правила въезда, присвоение, заполнение декларации здоровья, получение QR-кодов на въезд, необходимость сдачи тестов ПЦР, либо определенного вида прививки, где впускают только со спутником ВИ, где впускают, разрешая спутник лайт. То есть это все тонкости по каждой стране, которыми мы владеем. И очень переживательно было ехать людям, боясь, что столкнуться с какими-то тонкостями, которые, может быть, не были досконально изучены. То есть обращаются за консультацией, где мы сопровождаем полностью и оформляем, заполняем декларации. То есть остается там только сдать ПЦР-тест и ехать уже с полным пакетом документов. Но и то могу сказать по своей ситуации. Мы сейчас в сентябре ездили в Азербайджан, Баку. У нас были куплены еще в 2019 году билеты авиакомпании «Бутаавия». И Азербайджан только с конца августа возобновил авиаперелеты. И возврат был запрещен по правилам авиакомпании. Можно было только обменять на перелет. И мы решили в сентябре поехать, поскольку уже были куплены билеты, забронировали через букинг-жилье. И приехав на место, ночью оказались обманутыми без жилья. И я думала, где мой турагент? Как бы я хотела сейчас в ночи позвонить турагенту и сказать, решите мои вопросы срочно. Я оказалась в такой ситуации. Ну, еще было пару моментов. И я даже для себя оценила, что был бы у меня какой-то вот, да, такой вот помощник, человек, который бы мне помогал решать эти вопросы, начиная там, чтобы забронировать. А себе же, как сапожник без сапог, забыл. Тест мы забыли, регистрацию на рейс пройти, забыли. А как удобно было бы мне позвонить и сказать, зарегистрируйте меня, пожалуйста, на рейс. А посмотрите, пожалуйста, время вылета. А какой у меня вес багажа? Потому что это... А будет ли у меня питание на борту? Так все можно делать, да? А когда оказались еще на улице, вот так вот брошенными, в ночи, и пришлось отрешать вопрос, ну, вот такие подводные камни, конечно, они имеют место быть. Как еще будет меняться туризм? Как будет меняться отрасль? Какие у вас прогнозы? К чему готовитесь? Что ждете? Или что меняете сами, управляя вот этим вот? Как это будет происходить? Ну, сейчас могу сказать, что вот мы обсуждали даже это с коллегами, что меняется именно сопровождение вот от пункта, что обращается клиент, начиная, да, казалось бы, ну, все просто, что забронировать отель я и сам могу. И вот с момента того, что подбора, выбора авиакомпании, авиакомпании сейчас очень большое количество, вот сейчас я бронировала тур в Турцию, мне было представлено на выбор 12 рейсов, то есть за один день вылетает 12 рейсов, и то это не все рейсы, то есть это еще делят туроператоры по блоку мест, какие авиакомпании летят. И сопровождение, то есть мы пишем обязательно в отель, чтобы встретили наших туристов, учли все пожелания, какой бы хотелось номер, какая этажность, если какое-то событие, чтобы поздравили клиентов. Вот все возможные какие-то приятности, которые существуют, мы сопровождаем уже через, пишем через представителей отелей. Для этого ездим на выставку, если особенно это сегмент 5 Deluxe. Наполненность, конечно, да, полная. И я приехала сейчас с выставки, у меня 50 новых контактов, которых я так хотела иметь, то есть иногда ты даже не знаешь, где найти этих людей. Представители отелей, которые либо проживают по факту на месте в этом отеле, либо находятся в Москве, как представители конкретного отеля. Это вот мы пишем всегда по заселению, какие-то рекомендации, плюс весь пакет документов. Я понимаю, но то есть вы хотите сказать, что уровень сопровождения. Да, он углубился, да. Тут такое вот полностью комплексное, индивидуальное, но оно по функционалу, оно очень расширилось. То есть это, собственно говоря, и ваше движение по предоставлению услуги, и ожидание туриста самого. Что еще будет происходить? Куда еще дальше пойдет отрасль? Что с ней будет? Или не загадываете ничего? Живете в моменте? Вот сейчас уже, да, не загадываем, потому что, да, это очень сложно, и уже какие-то планы строить. Смотрите, опять же, немного времени остается. Всегда мне не хватает времени программы поговорить. Давайте постараемся помочь радиослушателям в некотором смысле. Мы понимаем, что многие сомневаются, многие опасаются. Гораздо сложнее сейчас принимать какие-то решения, нежели чем раньше. Гораздо сложнее планировать. Вот обладая, с одной стороны, большими знаниями в этой сфере, с другой стороны, понимая ситуацию, что посоветуете сейчас? Ну, не так вот, что бросайте все и поезжайте. Ну, вот то, как вы относитесь к своим клиентам. Что посоветуете сейчас? На что обращать внимание? Я считаю, что если есть у клиента какие-то для себя, как он видит какую-то опасность, либо какие-то сомнения в чем-то, ему нужно обязательно это обозначить. Что я переживаю из-за факта, и вот перечисляет, из-за чего он переживает. Соответственно, мы подбираем уже, исходя из этого, через какого туроператора забронировать. В зависимости от лояльности условий возврата денег. Потому что многие столкнулись, что туроператор в случае закрытия границы или в случае закрытия авиаперелета в какую-то страну оставляет деньги на депозите, либо не возвращает. Остался такой страх. Но это не все, опять же, туроператоры. Есть очень лояльные, с полным возвратом денежных средств. Во-вторых, обязательно оформлять страховку от НИВЭЗ, которая покрывает полностью, 100%, очень много ситуаций, по которым невозможно будет совершить вылет. И третье, все, что связано сейчас с мобилизацией, это все индивидуально рассматривается. Многие боятся штрафных санкций. Каждый туроператор заявил, что это в каждом индивидуальном порядке рассматривается минимизация понесенных расходов. Все понимают, и в том числе туроператоры, насколько тут сложная ситуация. Поэтому в каждом из моментов можно найти выход и подобрать для себя именно для конкретно каждой семьи подходящую возможность отдыха. Хорошо. Последний вопрос будем завершать. Долгосрочные, как правильно называется, ранние бронирования сейчас есть? Верят люди в то, что поедут на Новый год весной и все такое? Запрашивают. У нас запрашивают. Новый год. Представители отелей подтверждают, что глубина продаж на бронирование весенне-летний период 2023 года также имеет место быть, что бронируется именно про русских туристов. Мы не говорим про европейцев, для которых также открыты сейчас границы в доступности. Но стараются сейчас, да, конечно, глубина продаж очень сократилась. Стараются все же это в движении 7-10-12 дней выбор. Больше даже в течение недели. Сейчас идут какие-то запросы, но впереди и каникулярные даты. То есть стараются, выжидают и бронируют уже ближе ко времени к дате вылета, несмотря даже на то, что понимаешь, что цена будет выше. Елена, спасибо. Вынуждены завершать. Очень быстро летит время. Вы знаете, я хочу вам пожелать, ну, с радостью бы пожелал отсутствия проблем. Жизнь показывает, что так практически не бывает. Поэтому я все-таки пожелаю, пусть в этих проблемах и окна возможностей тоже для вас появляются. вот пусть не только сложности будут, но и приятности и возможности. И пусть все-таки будут профессионалы, которые дарят нам радость и отдых. И пусть они продолжают это делать. Спасибо вам большое. Спасибо большое. В студии программы «Разговор по делу» была Елена Колчина, директор сети турагентств «Тест-тур» в Кирове. До свидания. До свидания. Спасибо. Разговор по делу Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова